Приветствую вас. Смотрите. Злость, которую вы испытываете, протекает из бегства, из-за обмана. Когда я злюсь, я скрываю свои чувства. Что скрывается за злостью? Я злюсь на, получается, бывшего парня уже, что он живет хорошо, я нет. Почему? Я думаю, что здесь двоякая история. С одной стороны, потому что вам обидно за все, что вы терпели, складывали по вашему мнению и по вашим ощущениям в него, в отношениях. Вам обидно, что вы вот складывали все, ну вот складывали, а получить-то ничего не получили для себя. Никакой отдачи как бы не было, наоборот. Вас и били, и оскорбляли, и как бы изменяли. Еще один момент. То, что вы сравниваете себя с ним? Ну как так? Он в расчетниках живет, а я плохо. Несправедливо? Несправедливо. Не должно так быть? Ну, не должно. Все. Злюсь. Еще один момент. Еще один момент. Вы, когда уходили, ждали от него, в глубине речи, он исправится, изменится, другим будет. Этого не произошло. Ну, хоть не случилось. Разочарование. Обида. Опять же обида. Да? Здесь ваши ожидания. Которые вы, к сожалению, не знаете. Я чего-то ожидаю, а чего не очень понимаю. Следующий момент. Следующий момент. Вы говорите, мол, второго рожняла, зная, что уйду. Хотелось детей, детишек, неважно, как с ними будет, главное, детишек хотелось. Теперь я с ними устаю. Говорит его. А он не помогает. Ну, он и не должен, во-первых, наверное, помогать, раз вы расстались. Вы можете подать на алименты, только это будет справедливо. Это во-первых. Во-вторых, ситуация здесь следующее. Сочетом того, что мужчина вас оскорблял, унижал и вам изменял, я полагаю, что вы терпели. Ну, люди вообще терпят, вот вообще люди терпят. Ради чего-то. И вы терпите, терпите, терпели, терпели. Ради чего? Я не знаю, ради чего. Точнее, не знаю, но я вот догадываюсь. Догадываюсь ради чего вы терпели. Вот, вы терпели ради того, чтобы быть с кем-то. Вы терпели ради того, чтобы принадлежать кому-то. И идти вам нужно для того же. Чтобы быть принадлежными кому-то. Чтобы не оставаться с собой. наедине, наедине. Ну, грубо говоря. Чтобы не решать для себя, чего я-то хочу. То есть, вот. Про что здесь? Здесь про... Непозможность выносить себя саму. Здесь про... Бегство от себя. Здесь, мне кажется, про... Оприцану... Себя. То есть, себя как таковую, одну без кого-то я оприцаю. Вот, откуда зло. Ведь... Мужчина... Не дал... Вам... Возможность... Это реализовать. Что вы... Эм... Транслировали. И продолжаете транслировать. Некий... Обесценивающий... Эм... Вектор. Вот. Потому что, когда вы злитесь, например, или когда вы оказываетесь в ситуации, которую, например, сами выбрали, не принимая ее, борясь с ней, обвиняя человека другого в ней, Ну, вы... Себя... Дискредитируете. Так или иначе, вы себя дискредитируете. Так или иначе. Понимаете? В какой-то степени это эгоизм. То, что вы... Рожаете... Рожаете детей для себя. Потому что вы обрекаете их на неполную семью, на нуждаемость и так далее. Я не думаю, что эгоизм это плохо. Но я думаю, что... Природу своего эгоизма вы не знаете. И боитесь ее. Мне кажется, что... На это вам в первую очередь нужно обратить внимание. Тогда злость пройдет. Не сразу, потихонечку, но пройдет. Когда вы научитесь вот слышать себя. Когда вы научитесь быть в контакте с собой. Сейчас вы находитесь только в контакте с другими людьми. Только в контакте с ними. Тогда злость будет уходить. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok